Тем, кто боится заводить детей после 30, неплохо было бы познакомиться с Марией Кононовой из Санкт-Петербурга. 9 января ей исполнилось 58 лет, а 19 марта у нее родился первый ребенок. Комсомолка в Петербурге пообщалась с удивительной мамочкой. На пути к своему счастью Марии Кононовой, многое пришлось вынести как это часто бывает. Исполнению ее мечты о крепкой семье и желанных детях, предшествовала настоящая личная трагедия. Когда мне было 29 лет, вовсю шла война в Афганистане, вспоминает Петербурженко. Страшное событие, затронувшее сразу несколько поколений. Вместе с остальными ушел воевать в Афган и мой любимый человек. Он не вернулся пропал без вести. До сих пор ни я, ни его родственники не знают, где он, жив ли он, а если не жив, то как оборвался его путь. Но в те годы я твердо для себя решила, буду ждать. Чудеса ведь случаются, верно? Вот и я буду ждать и надеяться на такое чудо. Чтобы не сойти с ума от неизвестности, Мария полностью посвятила себя науке. Гидроэлектроэнергетик по образованию, она занималась развитием гидроэнергетики в Дагестане, писала диссертации, в 31 год получила кандидатскую степень. В 39 лет докторскую, в 43-й стала президентом клуба бывших стипендиатов службы академических обменов Германии, объединившим лучших специалистов Санкт-Петербурга и Северо-Запада в целом. Собрала все мыслимые и немыслимые награды, регалии и звания. Я ничего этого не планировала, признается наша собеседница. Наоборот, я хотела создать семью, выйти замуж, воспитывать детей. Но так сложилось. Что уж теперь говорить. 20 лет я хранила в себе свою утрату. За все эти годы у меня не было никаких отношений с мужчинами. Только работа. Все изменилось три года назад, тогда Мария познакомилась со своим будущим супругом. С ребенком тянуть не стали. Мы пытались завести его, скажем так, естественным образом, признается наша героиня. Но у нас ничего не вышло, и пришлось обращаться к процедуре ЭКО. Скажу честно, Петербург нас разочаровал. Нам отказали в квоте заявили, что мы слишком взрослые. Пришлось по совету наших наших знакомых врачей отправляться в Москву. Без сложностей, увы, не обошлось, вмешался пресловутый коронавирус. И даже не столько он сам, сколько всеобщая атмосфера неизвестности и паники, охватившая страну. Первенца уже подсаженный, начавший благополучно развиваться эмбрион Мария потеряла из-за стресса. Супруги хотели было опустить руки, но решили идти до конца и уже через два месяца, со второй попытки, все получилось. Пандемия не повод нарушить закон природы, заключает наша собеседница. Поначалу врачи пытались отговаривать, причем приводили очень неприятные аргументы, вспоминает Мария. Родственники и друзья вообще ничего не знали. Я решила, что, как и в науке, ответственность за все буду нести сама. После второй подсадки Мария с супругом вернулись в Санкт-Петербург. В итоге с особенной роженицей работал целый пул специалистов 11 человек из нескольких медицинских центров, от гинекологов до кардиологов. В этот момент, признается наша героиня, отношение к ней заметно изменилось, всем стало понятно, что ее поступок не желание кому-то что-то доказать, а осознанная и выстраданная потребность. Уже здесь, в перинатальном центре 1, я общалась с другими мамочками, смеется Мария. Реакция на мою историю каждый раз была разной. Кто-то удивлялся, кто-то относился с настороженностью. Были и такие, кто спрашивал, а вам точно 58? А может все-таки поменьше? Может вы себе несколько лет накинули? 19 марта у Марии в результате кесарево сечения родился сын Юрий. Сама она от первенца не отходит ни на шаг. А вот ее супруг сына пока что видел только по видеосвязи. Дело в том, что мой муж немец, рассказывает Мария. Он уехал в Германию незадолго до того, как из-за пандемии закрылись границы, и с тех пор никак не может вернуться в Россию. Но мы надеемся, что вскоре ему это удастся. Он счастлив. Я вам даже скажу, больше три дня назад, в технической высшей школе Розенхайма, проходил ученый совет, и там наш сын был официально представлен научному сообществу. То есть, его рождение стояло отдельным вопросом в повестке дня. Несмотря на все сложности счастлива и Мария, уже в скором времени они с мужем планируют обзавестись и вторым ребенком. Самой пожилой мамой страны считается москвичка Галина Шубенина, она родила дочь в 60 лет. В Санкт-Петербурге же случаев, подобных случаю Марии Кононовой, до этого не было, в северной столице она официально может считаться рекордсменкой. Такие случаи в медицинской практике все-таки считаются аномалией. Конечно прекрасно, что все сложилось хорошо и беременность удалось довести до конца, но всегда нужно осознавать риски. После 50 в организме любой женщины вне зависимости от того, насколько здоровый образ жизни, она ведет начинают накапливаться разного рода патологии. От варикозного расширения вен, до гастритов и циститов. И беременность, которая всегда представляет собой колоссальную нагрузку на организм, их усугубляет. К тому же в таком возрасте женщина уже как правило находится в глубокой менопаузе. Если организм думает, что он выполнил свою репродуктивную функцию и прекращает секрецию необходимых гормонов, происходит гормональная перестройка, а во время подготовки к эко и собственно самой беременности все опять разрушается. Это тоже имеет последствия, причем как правило отсроченные, они могут и не проявляться в течение недель или месяцев. Поэтому я все же советую женщинам в таком возрасте здраво оценивать риски, и если уж решаться на такой ответственный шаг, то только под полным контролем достаточно компетентных и опытных специалистов. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.